я технический евангелист компании датар но прежде всего инженер поэтому я иногда что-то знаю но не все предупреждаю сразу вот а я вам расскажу во второй части доклада о второй части паскать мишит реалити на самом деле не останавливается на холлэнсе сейчас мы посмотрим в чем именно там дела в семействе microsoft мишит реалити девайсов есть на самом деле два типа девайсов а это холлэн собственно говоря которым только что был рассказ да и так называемые и мерсив кц на самом деле у холлэнса есть сейчас по слухам точнее разрабатывается их вторая версия вот а вообще на самом деле холлэнсов их подают по двум ценам первая цена это 3000 долларов за девайперскую версию и 2 цена это 5000 баксов за версию для бизнеса версия для бизнеса от версии девелоперская отличается тем что там есть съемные в комплекте батареи дополнительные плюс версию для бизнеса можно настроить на запуск и на работу только с одним приложением то есть смысл в том что вы одеваете шлем и у вас работает сразу запускается одно приложение из которого обычный пользователь может точнее не может выйти вообще делается это там для разных всяких музеев для разных выставок для разных там информационных штуков у нас в общем-то был когда-то опыт в датарке программирования такой байды не могу сказать в каком музее но могу сказать что и стенки и стенки вот здорово у нас выезжали танки вот это было очень ржачно вот здесь очень краткие характеристики холлэнса я их привожу только для того чтобы потом мы могли сравнить собственно говоря эти характеристики с мертвых девайсами смерти офицета на самом деле нужно четко понимать что холлэнс это отдельно на сильную носимый компьютер вот то есть для его работы вам не нужно больше ничего вам не нужен другой дополнительный компьютер вам не нужен вам я вас слушаю вам не нужен другой любой дополнительный к тишина должна выделять вам не нужен другой компьютер только для программирования исключительно вы ходите с этим девайсом его перемещать и с этим девайсом и И фактически это носимый компьютер, в основе которого лежит операционная система Windows. И приложения, все, которые им запускаются, они, в общем-то, совместимы с Universal Windows платформой ECOI. Очень как бы тут все просто. Немного памяти, простенький процессор, как бы, и, соответственно, простенькие характеристики. Вносит хитсетс. Значит, HoloLens, если я не ошибаюсь, Олег, меня, пожалуйста, поправляй, можешь бесцеремонно прямо с места. Но первые HoloLens появились около двух лет тому назад. Три года назад про них заявили на одной из Microsoft Build конференций, их тогда показали. И вот обычным девелоперам они начали попадать уже по запросу два года тому назад. В прошлом году Microsoft сказала, что на фоне вот этого огромного хайпа вокруг виртуальной реальности мы будем выпускать, как бы, свою платформу. Но она должна чем-то отличаться. Собственно говоря, основное отличие у Microsoft заключается вот в этих вот штуковинках, которые вы видите. Вот везде они есть. Это на самом деле две камеры. Зачем они нужны, мы чуть позже разберемся. В чем плюсы? Мы тоже там дойдем чуть позже. Нужно сказать, что с самого начала вот в Immersive Devices Microsoft поддержала сразу там шесть больших крупных вендоров. Это Хиллит Паккард, Айсер, Леново, Делл. Так, это был Хиллит Паккард, это я не помню кто. Асус. Да, спасибо. И шестой, собственно говоря, это Samsung Odyssey. Почему он на отдельном вынесен плане? Ну, во-первых, он навороченный очень хорошо, во-вторых, он у меня здесь лежит на моем столе, соответственно, по поводу него мы будем немножко больше останавливаться и рассказывать. В принципе, в принципе, практически все эти девайсы очень сходны по своим параметрам. Кроме Samsung Odyssey, у него больше разрешения на каждый глаз по вертикали. В общем-то, это первый момент важный. Второй момент важный. У Asus у них делается сингл дисплей. Значит, ну, каким образом вообще работает в виртуальной реальность, так сказать, в классике. Это два разных LCD дисплея, которые регулируются вот такой вот штуковиной. И фактически каждый из них строит изображение под левый и под правый глаз. Так работает Oculus Rift, так работает HC Vive, так работает, в общем-то, там большая часть шлемов, так не работает PlayStation VR. У PlayStation VR тоже стоит один дисплей, дальше оптикой, которая исправляется определенным образом. Оптика плюс программное обеспечение. Ну, это там дает свои преимущества с точки зрения разработки программного обеспечения, драйверов и всего остального. Ну, и, собственно говоря, у Samsung Odyssey я сказал, что я буду его хвалить. Я его не продаю, сразу скажу, но я буду его хвалить. А у него есть стоит еще AMLED device, производство, естественно, Samsung. Собственно говоря, все в курсе, что по AMLED сейчас Samsung не первый в мире. Там даже прекрасная компания Apple взяла на вооружение эти прекрасные дисплеи. Поэтому, как бы, смысл в том, что очень хорошее изображение, очень качественное, очень четкое. Дальше. Field of view. Field of view это то, о чем я говорил, отвечая на вопрос. Это по факту, в общем-то... Тончик говорить. Раз, два, один, один. А, и так? А, если попрыгать... Ну, а... А если вот так? А если вот так? Микрофон работает, да? Отлично, спасибо. Ну, и хрен с ними. Field of view. Значит, field of view это фактически область нашей видимости, да? Это на самом деле там человеческий параметр, он абсолютно нормальный, им используется там у разных врачей, которые занимаются зрением. И он означает конус, который мы видим, да? Значит, он делится как бы на две части. Вот эта часть, это основная часть зрения, которое мы видим, да? Вот эта вот часть, это так называемое периферийное зрение. Вот. Мозг человека устроен таким образом, что... Ну, мы всегда, мы привыкли к периферийному зрению. То есть, если его нет, мы немножко по-другому воспринимаем реальность, на самом деле. И, соответственно, чем больше этот field of view параметр для периферийного зрения в том числе, тем лучше погружение. Тут, в общем-то, опять-таки, все очень просто. Практически везде одинаковые параметры. Ну, там 110 у Samsung и у Dell. Ну, в принципе, там 95 против 110, там оно сильно роли не играет. И, в общем-то, абсолютно понятно, почему все эти очки сходные по своим параметрам. Потому что, как бы, Microsoft сказала, что, ребята, для него нужно будет вот такое-то железо, чтобы оно работало, такая-то операционная система, чтобы оно работало. И, соответственно, у очков должны быть вот такие вот параметры. Samsung там немножко подхачили с разрешением, но Samsung пришел на рынок позже. Изначально вот эти вот пятеро друзей, они анонсировались летом. И Samsung под шумок в сентябре месяце объявил про свои очки, которые более нам навороченные получаются. Сенсоры. Сенсоров здесь куча. Значит, с учетом того, что тут, наверное, надо рассказать, что все эти очки, они имеют шесть степеней свободы. Значит, что такое три степени свободы? Это вверх-вниз, влево-вправо и что там еще? И вот так вот. Шесть степеней свободы – это еще перемещение по осям X, Y, Z. То есть, соответственно, все эти очки, они вот такие вот движения отслеживают по комнате, вот такие вот движения отслеживают по комнате, это была плохая идея. И, естественно, повороты. То есть, в этих очках мы можем двигаться, и эти очки отслеживают наше перемещение внутри помещения. Соответственно, чем больше всех вот этих вот сенсоров, тем круче. На самом деле, сенсоров у них у всех одинаковое количество. Кроме Samsung, есть у них IPD-сенсор. Я, честно говоря, первый раз узнал, что там есть IPD-сенсор. Я не знаю, что это такое, поэтому, если кто-то ответит за меня, я буду очень рад. Аудио. По факту, везде 3,5 комбо-джеки, кроме Samsung Odyssey. У Samsung Odyssey, вот, собственно говоря, вот он здесь у нас есть. Нет, это не Samsung Odyssey. Нет, это Samsung Odyssey. Короче, вот такие вот наушнички, которые не снимаются, но которые передают вам, спешил этот аудиозвук, то есть звук, который у вас трехмерный. Соответственно, если у меня событие происходит где-то сзади, то я его слышу как бы сзади. Ну, в общем-то, это 3D-аудио, ему там 300 лет. Я не знаю, там еще 10 лет тому назад или 8 лет тому назад компания GameLoft делала игры с 3D-аудио на айфонах, на телефонах. Если вы играли в эти игры, никто в них, правда, не играл через наушники, но если бы играли через наушники, то можно было внутри помещения там ориентироваться по звуку выстрелов и так далее. Я сам эту технологию разрабатываю. Хардвэр. С хардвэр здесь все, в общем-то, достаточно просто. Естественно, Windows, исключительно Windows, никаких Mac, никаких Linux. 64-бит CPU, это, собственно говоря, тоже понятно, потому что нужна производительность. Легкие 8 гигабайт памяти. И, в общем-то, 11-ый директ в качестве GPU. Вот тут очень важный момент. Микшит реалити не работает на 12-ом DirectX. У них еще нет этого SDK, у них, как бы, мы говорим, что мы работаем, но пока нет. Если это вам важно, как бы, если вы разработчик DirectX 12, то нужно смириться и вернуться обратно к 11-ому. На чем сегодня мы будем смотреть наши демо? То есть, естественно, очки здесь лежат не просто так. Мы позапускаем демо, позапускаем там Visual Studio и так далее. В общем-то, вот это вот на рисунке это Intel School Canyon. Вот он стоит здесь вот на этом самом. Можно потом будет чуть позже подойти и посмотреть поближе. Достаточно мощный комп. Там стоит i7-процессор мобильный, но настоящий четырехъядерный. То есть, там 8 в конечном итоге показывает ядер в винде. Куча разных USB-C дисплей портов USB с одной и с другой стороны. И в чем его еще большой плюс? Значит, он разбирается. Внутрь можно поставить две планки памяти и два SSD-шника. По памяти конкретно в этом стоит 32 гига памяти. И SSD-шник там скромненький, 256, но он очень быстрый. Про Samsung что-то там, он нереально быстрый. Соответственно, мало на этом девайсе что тормозить. Единственная его проблема, как бы, это то, что он очень хорошо зараза греется. Вот. Но даже этих характеристик, в общем-то, достаточно неплохих. Он подключается к нему 2.4К монитора. Не хватает по мощности для того, чтобы обрабатывать графику для вот этого девайса. Соответственно, к нему подключен вот такой вот внешний блок для EGPU-карт, Sonet. Собственно говоря, это такая мода по средних третлях. Делать большие ящики, продавать их за сильно дорого, чтобы туда можно было вставить какую-нибудь модную видеокарту и подключить его к какому-нибудь маленькому ноутбуку, либо вот к маленькому компоненту. Ну и, собственно говоря, в этом Sonet, как если вы, это принт-скрин прямо с их сайта. И тут, типа, как бы написано, что GPU-карт show not included. Соответственно, нужна видеокарта. Ну, конкретно здесь у меня стоит GTX 1080 Ti. Founder Edition, 13 гигабайт памяти. Очень быстрая, очень все хорошо работает. Сейчас вы в этом увидите. Естественно, у очков должен быть какой-то способ ввода. Если с HoloLens, там вот то, что рассказывал Олег, это используются жесты, да, вот такие там стоят датчики, которые все это дело сканируют. Здесь, к сожалению, нет. Здесь используются вот такие вот… Не та рука. Я их постоянно путаю. Вот та рука. Вот такие вот штуковины. Значит, сейчас мы их аккуратненько. Включим. Они загораются точечками. Эти точечки тоже не просто так сделаны, потому что… А можно мне обратно починить этот самый? Мне нужна вторая рука. А, раз, два, один, один, а так слышно? О, отлично, все. Вот когда понадобилась вторая рука, сразу все стало понятно. На самой… На самом шлеме есть две камеры. В общем-то. И эти камеры делают две штуки. Во-первых, они вместе со всеми остальными сенсорами, датчиками, отслеживают вот такие перемещения, вот такие перемещения, вот такие перемещения, вот такие перемещения. Там гироскоп и все остальное. Но кроме этого, всего прочего, они помогают отслеживать еще вот такие вот перемещения. Значит, в классических системах, которые у нас сейчас существуют в виртуальной реальности, там Oculus Rift и HTC Vive, если вы наблюдали, там ставятся два специальных сенсора. Ну, там у кого два, у кого один, у кого три. В разных углах комнаты, которые отслеживают твои перемещения внутри. И в том числе они отслеживают, как бы, то, что… Отслеживают положение вот твоих рук и всего остального. Там тоже нанесены такие вот штуковинки. В инфракрасном свете они там сканируются. Идет искажение пятна, и по рисунку искаженных пятен понятно, где и как находится, на каком удалении от камеры находится сам девайс. То есть вот эти вот все штуки, вот эти все штуки, естественно, здесь тоже есть гироскоп, акцелерометр, тут масса всяких разных ребамбасов. Но вот удаление от камеры и до тебя, они вот именно по этим точкам используются. Это классических вот двумя камерами. В не классических системах, вот Mixed Reality, используются вот вот эти вот камеры для отслеживания движения. Получается, какая ситуация? Если, в общем-то, вот так вот сделать и уйти, и вот здесь вот покрутить, то вероятнее всего вот такое вот движение, вот такое движение уже точно не будет заметен. Но мы сейчас посмотрим небольшой ролик, буквально через минуту, в котором будет рассказано, каким образом отслеживаются всякие разные взмахи и мечами, и так далее, и тому подобное. Вот. Пока мы доберемся до ролика, сразу скажу, здесь огромное количество сенсоров. То есть, этот замстик, он ничем абсолютно не отличается от аналогичных штуков, обычных джойстиков. Вот это байдама сенсорная, кроме того, что ее можно нажимать, еще вот так вот, вводить пальцем, и отслеживаются эти штуки. Я чуть позже покажу, как работает. Кнопка здесь, здесь две, и вот самая прикольная кнопка это граб, это вот эта вот, ее не сразу находишь, она находится вот в этой стороне, и, в общем-то, она отвечает за свое название граб-грабель, то есть на нее повесит жесточки, что-то схватить. Если, допустим, есть какой-то предмет, мы подносим, хватаем, и все, мы удерживаем. Поэтому это уже посмотрим. Небольшое видео, сейчас не знаю, как будет со звуком, но будет. То есть это, на самом деле, программно-аппаратный комплекс, который вычисляется по нескольким параметрам. Вот именно вот такое движение. This allows users to throw an object, grab something behind their back, or reach for a new item over their shoulders. When Windows loses visual tracking on the controller for longer periods of time, it will body-lock the controller, moving it in unison with the user. Developers can still receive data from the controller's orientation and velocity sensors. The triggers, buttons, touchpad, and haptic rumble all remain fully functional. Developers can use any of this controller data to make their app more robust when the controller is out of view, allowing users to continue interacting with your virtual world. With a mix of input from the headset and controller sensors, along with thoughtful design choices, you can create engaging and interactive mixed reality apps that allow for full movement with the mixed reality controllers. Типы приложений, которые мы можем разрабатывать для mix of reality. Ну, собственно говоря, первый это enhanced environment applications. А фактически, и опять-таки об этом уже Олег рассказывал немножко, это приложения, которые используют поверхности в качестве каких-то дополнительных дополнительных айтемов цены. Ну, то есть, грубо говоря, у нас есть стол, да, и на стол выставляется это, я не знаю, что это, какой-то мониторап, наверное. Вот, вешаются какие-то дополнительные небольшие календарики и все остальное прочее. Вот, как бы, честно говоря, там будет следующий тип приложения, я нечестно, не сильно разбираюсь, почти, я не разбираюсь, я же сенье, инженер смысле, я же инженер, я разбираюсь. Я не понимаю, почему они вынесли в отдельный класс, но тем не менее. Вот. Смысл в следующем, что это маленькие, небольшие приложения. Здесь у нас по факту висит вот раз, два, три, четыре, пять приложений. Причем это приложение, это уже до следующего типа висит. Не смотрите на него, смотрите вот сюда. Приложения, для работы которых и по принципу работах которых нужны какие-то поверхности. То есть, допустим, мы можем что-то поставить на стол, там это может быть глобус, голограмма, ноутпед, какие-то там, я не знаю, любые дополнительные штуковины, там, графики разъезжатся, все остальное прочее. И это будет вот enhanced environment application. Blended environment application. Тут смысл в том, что эти, эти приложения, они, если эти приложения, они, грубо говоря, полупрозрачные, да, скажем, самый простой вариант, объяснить, что это такое. Они не закрывают вам ваш текущий environment, и они должны с этим environment как-то совместно жить. Да, то есть, если у вас не будет здесь стола, вы эту байдусь на стол не поставить. Вы можете ее, конечно, положить на пол, но, скорее всего, это будет вам неудобно. С этими приложениями здесь немножко другая ситуация. У вас есть какое-то пространство в комнате, куда вы можете поставить мотоцикл, это очень известное видео от HoloLens, да, то есть, инженеры разрабатывают мотоцикл, они его там долго чертят в каких-то специальных программах, типа Maya 3D Max, а потом одевают эти очки и идут смотреть, как это выглядит в реальном размере. Они ходят вокруг этого мотоцикла, и так далее, как это выглядит. Это вот как бы Benet, Noir, 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 смысл его в том, что, в общем-то, это приложение, оно не должно вписываться в ваш интерьер, оно не может висеть там на каком-нибудь на каком-нибудь на стене, например, или может висеть на стене, но на стене это тогда будет телевизор. Телевизор, кстати, это тоже очень хороший вариант, это, кстати, телевизор, он виртуальный, он настоящий. Это тоже хороший вариант приложения с Benet Environment. Разница там в написании с ними, собственно говоря, очень простая. В одних приложениях нам нужно детектить спать о серфейс постоянно, в других как бы мы можем один раз отсканировать его и потом как бы исходим из того, что, допустим, телек мы повесили, он никогда уже не сливается. Опять-таки, с другой стороны, они имеют больше реальный размер для холлэнса, в общем-то, это практически как бы критично для самого холлэнса, потому что, если сделать очень большую голограмму, то по факту из-за небольшого обзора, который у нас там проецируется на саму камеру, мы не будем видеть, в общем, мы можем зайти в голограмму, да, и вот части мы ее уже не видим. Хотя казалось бы, мы глазами чуть-чуть отводим, я не могу вам показать, как глазами отводим, да, поэтому я буду критить головой, вот так вот, да, а мы вылазим за эту штуку и глазом уже обычно не видим стенку, не видим голограмму. Ну, это, собственно, это проблема больших голограмм конкретно в холлэнсе. И, в общем-то, как бы это второй тип приложений. Опять-таки, только для холлэнс это доступно. И, в общем-то, третий тип приложений это Immersive Environment это будет вещь. Значит, в этих шлемах, в этих шлемах, как бы, вот эти камеры, которые здесь стоят, они используются только для детекта вот этой байды и для навигации внутри постранства. Они не передают изображение, с них нельзя получить там видео, там, еще что-нибудь, еще в том плане, может быть, конечно, и можно, но это будет не видео, это будет, скорее всего, там, инфракрасная камера там, с какой-нибудь еще байдой. То есть, это не то видео, которое человеческий глаз обычно привык воспринимать. Соответственно, в Immersive Environment Applications используется какой-то 3D январь. Значит, изначально это был только один дом, сейчас пришел апдейт с Windows, по-моему. Опять, смогу ошибаться, но то ли в осеннем Create Edition, то ли в апрельском, не, в апрельском, приехали еще новые дома. То есть, я сейчас покажу, вы поймете, что это, но смысл в том, что когда мы одеваем шлем, мы оказываемся как бы внутри дома, внутри которого мы можем использовать и развешивать наше приложение. 10 минут, подождите, вы это увидите, потому что понять словами это сложно, я знаю, о чем я говорю, но сам себя не понимаю. Соответственно, это имелся в приложении. Вот. Они могут быть, опять-таки, двух типов. Вариант номер один. Когда приложение висит у вас на стене или это какой-то обычный экран, это, например, может быть интернет-эксплорер, это может быть какой-то файл-браузер, например. То есть, соответственно, вы видите обычный environment этого внутреннего виртуального PC-дома, который вы в любой микшит, на любом микшит-девайсе, вы оденете на голову шлемы, а окажетесь внутри какого-то трип-дома, второго состава. Других вариантов нет. Вот. Это тип приложения, которые вешаются и висят. Это очень похоже на то, что используется в хололэндах. Вот окна, которые развешиваются и так далее, и так далее, и так далее. И вариант второй это когда приложение фактически заменяет вам реальность этого дома, то есть, например, это какие-то исторические туры. То есть, вы выходите за пределы, за пределы, за пределы этой виртуальной комнаты и оказываетесь там, я не знаю, видео 360 или это какая-то игра может быть и так далее, и так далее, и так далее. То есть, мы вышли за пределы. Вот. Основные как бы фичи, которые у нас доступны в микши-триджайке девеллотов. Во-первых, это разные типы ввода. Во многом они совпадают, кроме там двух моментов. в иммерсив и хитсес недоступны жесты, это вот как раз вот эти вот штуковины. И в HoloLens недоступны мошен-контроллеры, но вот буквально до начала мы разговаривали с Олегом, он сказал, что к HoloLens они подключали эти мошен-контроллы. Я это взял прямо принт-скрин на самом деле с сайта Microsoft, но с Олегом я спорить не буду, потому что, как говорил мой физик, опыт критая истины, давайте что-нибудь сдергать. Соответственно, вот, она, видимо, тоже уже работает. И по основным фичам, которые, в общем-то, есть и нет в HoloLens и в Emersive Hitsets, в Emersive Hitsets нет Spatial Matters, то есть нельзя получить текстуру и форму объекта на основе реальных объектов. Если HoloLens, когда вы смотрите на стол, вот он построит текстуру, будет тена, потом будет байдар, дальше вниз это будет уходить. А, еще не пристегнут, ему отходить. Вот, короче, вот будет текстура строиться вот таким вот образом, и тут будет пол, то сколько бы мы не смотрели в этих очках на этот стол, мы его не увидим. Из минусов, тут есть самый главный минус в том, что в реальной, в общем-то реальность, реальной реальности мы не видим. Если мы далеко отойдем с этой штукой от компа, то можем в стол просто-напросто въехать. Для того, чтобы этого не случалось, у очков есть два режима работы. Режим первый, самый простой, не настроен. Не настроенный режим, смысл его в том, что вы одеваете очки, включаете их и дальше, в общем-то, вы можете двигаться, но у вас не ограничивается зона. Внутри вашего виртуального пространства считается, что вы перемещаетесь с помощью контроллера. Ну, как в обычных играх. Вперед, назад, лево, вправо. Я сейчас тоже покажу. В режиме, когда у вас есть ограничения, значит, вы берете в руки эти очки, вы выбираете режим настройки и дальше проходите и вот реально очерчивая очерчивая будет неудобно есть минусы проводных технологий. короче, вы не, а холлэнсы наносимые и в этом их большой прикол. Ну, а минус в том, что они садятся, греются и садятся и не такие производительные. извините, извините, пожалуйста, и наносимые. Вот. Последний. Короче, вы ходите с этими очками реально по помещению, которые подключены к компьютеру. И в пределах вашего шнура вы говорите, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот у нас будет зона, в которой я буду ходить. Соответственно, весь остальной реальный мир, извините, виртуальный мир, который у вас рендерится, он будет в рамках этой физической зоны вам показываться. То есть там будут стенки, там будут преграды. И, ну, как бы, есть некоторые люди, которые видят стену, но считают, что могут ее пройти и идут в стену. Но, как правило, если у вас впереди нарисована стена, вы останавливаетесь. В общем-то, это, в общем-то, наверное, логично. Девелопмент. С девелопментом я сейчас два быстро слайда, потом, если будет интересно, у меня установлены здесь и Unity, и Visual Studio с примерами. Мы можем открыть, посмотреть, поковыряться, если есть желание, и уметь. Вот. Но на самом деле все очень просто. Unity, в Unity вы ставите не любую версию Unity. Значит, сейчас рекомендуют последнюю, которую рекомендует Microsoft, это версия 2017 F3. Вот. я поставил 2017 F4, и она заработала. Именно со шлемом. Вот. Здесь два основных, в общем-то, условия. Вариант первый, точнее, первое условие. Это вы должны выбрать Universal Windows Platter. Все приложения, которые работают в Mixed Reality, неважно, они выполняются на HoloLens, либо они выполняются на компьютере и показываются на очках, они должны быть Universal Windows Platter. Это обязательное условие от Microsoft. И второе, как бы, даже не условие, тут смысл в том, что у вас должен быть девайс. После того, как вы выбрали вот эту штуковину, дальше выбираете в XR Settings слем Windows Mixed Reality. Все. После этого любое ваше приложение Unity, которое компилируется вот с такими настройками, именно это важно, потому что не любое приложение Unity может с Universal Windows Platter без ошибок скомпилироваться. Любое приложение 3D, оно у вас будет корректным образом работать на шлеме. Вот. Там датчики они туда очень хорошо прокидываются и из коробки получается очень быстро. И Visual Studio. Значит, Visual Studio ровно такая же фигня. В принципе, любое Universal в этом приложении будет запускаться и будет работать в печку. Как я уже говорил до этого, важно, что совместим только директ не ниже, не выше. И собственно говоря, из языков вы можете выбирать Sharp, C++, Visual Basic, все что хотите. Вот. Это, кстати, это вот эмулятор HoloLens запущенный на 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 теперь будет самое сложное. Я до начала все проверял честно. Вот. Более того, вот наши девочки, которые стали и ушли только что все вместе, они здесь были тоже. Поэтому, если все со старта не заработает, не заработал. Когда подключаете очки в Windows, у вас сразу врубается вот это вот окно Mixed Reality Portal. Соответственно, все действие происходит внутри него. Я уже сейчас могу уйти очки, я дальше увижу вот тот дом, о котором я говорю. Но, собственно говоря, собственно говоря, до учек. хорошее надо было включить, собственно говоря, GpG как происходит все это дело все рендерится внутри этого сейчас значит компьютер считает что мы находимся в очках и весь input с компа то есть все что делаю мышкой что я делаю клавиатурой она переадресовывается внутрь вот туда внутри этого дома а есть вариант переключения там он y когда мы возвращаем часть импута сюда обратно вот соответственно сейчас вы видите собственно все что вижу я что я делаю сейчас вот здесь вот сзади сзади я к вам задам приема есть такая вот штуковина до которая позволяет эти очки по голове делать шире меньше выше больше вот здесь внизу вторая крутилка которая позволяет линзы передвигать и настраивать качество изображения конкретного человека ну собственно говоря вы видите да то что я вижу я вижу да я вижу джойстик да значит джойстик отрисован очень реалистично он реально очень похож на настоящий если я буду делать допустим вот так вот да видите появляется вот такая вот это штуковина но это мы сейчас это мы вернемся да главное сильно не то самое но повод этому в общем-то движение как видите мы перемещаемся если бы мы были в режиме просто сидели за столом да можно было перемещаться я буду подгадывать чуть-чуть потому что не стремно навернуться но как бы можно ходить вот таким вот образом тоже соответственно главное чтобы не было столов и стену можно попробовать зайти но стремно если бы мы сделали очертили бы вот это вот пространство про которое я говорил вот до до начала то у есть очень прикольно их можно вот так вот положить реально потом их очень просто брать куда вы привыкаете так значит на каждом джойсике есть кнопка windows которая предлогом нажатии включая там его после включения мы его начинаем тоже отслеживать ну и собственно говоря то о чем я говорил виртуальная наша комната вот это вот в принципе наши обычные стандартные приложения допустим это вот microsoft edge подбегать можно там двумя моментами да двумя вариантами таким там жестом например либо можно вот физически вот так сделать и на самом деле знаете когда вы сидите за столом например то есть вы понимаете приблизительно что у вас здесь находится ваш стол все свободная фигня там через минут двадцать-пятнадцать ты уже не двигаешь эти окна посмотрел на окно это понятно все окей ладно хорошо у меня выключен там интернет вай фай потому что если его включу мне начнут писать по работе соответственно я не буду его включать поэтому мы посмотрим на microsoft экши в оффлайне но он работает microsoft store в общем-то тоже тоже будет оффлайне вот но тем не менее это как раз вот те два вида приложения про которые я рассказывал да то есть когда вот в нашем виртуальном инварианте который нам служит средой это вся фигня полоска голограммы голограммы здесь точно точно таки а я просто брал его из видов опять-таки да нужно помнить что у вас эти штуки должны быть желательно чтобы они были в голограммы точно такие же один в один вот все эти голограммы вы можете увидеть на хололайнсе только на холлайнсе они будут вот так вот маппица на ваши реальные стены в вашем реальном этом самом вашем реальном помещении и как бы запуская их я у себя не слышу звук вам его не слышно потому что на динамике не идет но тоже очень приятно что еще что еще дом достаточно большой я тут где-то делал видеотеку себе когда-то фото нет фото я вам не буду доказывать может быть разное но вы понимаете вы сидите если вот вы не шарите не шарите вот таким вот образом что вы видите то смотреть можно все что угодно если у вас там есть маленькие дети например то это очень иногда важно ну или жены например тоже не всегда важно вот это вот очень стремный момент а я понимаю что вам там в общем то в принципе не страшно но вот сделать вперед шаг такой вот причем а очень интересно наблюдать за людьми которые будут виртуально реально знаем но не сильно работали именно с датчиками отслеживания перемещения то есть когда ты сзади аккуратно подходишь и толкаешь и начнет вниз падать то нужно придерживать я попробую сделать это реально стру на она меня кто-то отрубил вот а это одно из виртуальных пространств которые в принципе доступна тут еще нужно куда-то подходит сейчас было прикольно перемещаться тоже можно вот таким вот образом вот на крыше дома своего в лес ну и вот как то так это все выглядит естественно если у вас есть друзья с интернетом можно делать небольшие party в доме у себя в любом случае основная идея в том что внутри вот комната которую вы видели это на самом деле винда то есть мы можем поставить любые приложения совместимая из windows стора и развесить их там окнами это может быть skype либо youtube либо интернет explorer можно оборудовать там все места и так далее так далее вот как то так сейчас у нас еще будет одно небольшое демо наверное и потом мы перейдем к вопросам потому что достаточно тяжело находиться долго и не играться в любимые игры надо было сделать это раньше ладно так по поводу демо значит значит че у нас есть . результат ну давайте посмотрим значит вот это приложение это приложение у нас полностью написано на C++ это не unity это не дома монитор но короче это классический C++ используется D11 соответственно модели X модели собирается очень быстро очень просто есть два момента да здесь мы можем например запустить на холлэнд я правда не уверен что оно заработает почему потому что я вчера ночью обновил 5 ммб не надо было по работе и там какая-то фигня у нас не делала ну посмотрим ну фактически вот этот холлэнд эмулятор про который мы рассказывали загружается он приблизительно так же как салон настоящий по времени плюс этого эмулятора в том что он дает возможность отдохнуть спикеру потому что долго загружается а если выпить за тебя например вот ну собственно говоря фактически здесь случилось то же самое что на холлэнце это вы могли наблюдать на видео который был олега вот это вот черненькое все это реальность настоящая существующая там были такие красивые треугольнички он отсканировал пространство вокруг и так далее вот и собственно говоря интересно что происходит здесь что происходит здесь дипломент стеррор нет мы не будем смотреть на холлэнце но фича в том что если здесь поставить да короче рантами совпадает вот видимо вчера его аккуратно убил ну окей на холлэнце все равно мы не собираюсь ничего делать давайте запустим его лучше на девайс не надо ничего выбирать надо выбирать никаких настроек допустим вы программировали под Oculus или под что севая там эфирически еще нужно делать настроек и так далее здесь типа local машин если допустим я отключу очки от компа то у меня получится обычное приложение запускающе если не отключу то мы получим вот такое самое главное нам надо переключиться вот сюда вот сюда а вот сюда ну опять-таки обычный достаточно простенькие здесь текстурки да достаточно простенькие разные штуки но это вот штука достаточно интересно то о чем я говорю кнопка grab grab которая вот здесь сама она позволяет взять объект и использовать его после этого мы начинаем стрелять там шарик он что-то пужит на самом деле вот это конечно очень прикольная штука там например можно сделать ну и соответственно вся эта байда она в общем-то висит как-то здесь это все стандартные приложения которые идут из стандартного пакета есть microsoft он полностью open source он качается бесплатно весит 290 мегабайт после распаковки и и и я понял а он просто стал темный экран вот и достаточно быстро легко компилируется если у вас настроено все программное обеспечения так давайте вернемся обратно к презентации что у нас в слайд вопросы смотрите зачем это нужно во-первых основная часть основное направление вот этих очков это не развлекательное развлекательное тоже на самом деле это попытка перейти виртуальная рабочая пространство то о чем как бы снято много фильмов и то о чем мечтают здесь становится больше места становится меньше соответственно вот такие вот штуки когда тебе позволяют ты сидишь на одном рабочем месте допустим 6 или 7 окон они позволяют тебе очень хорошо и успешно работать например у холлэнса есть такой проект когда диспетчерская принимающая самолеты диспетчеры которые управляют принятием самолетов вот в одном из американских аэропортов есть место рабочее оператора холлэнс который он дублируется реальным человеком но при этом он в общем-то управляет реально посадкой стоимость как бы такого решения она гораздо сильно дешевле если чем допустим нам нужно повесить 6 или 7 настоящих в общем-то мониторов сделать кучу приборов переговоров это горит как например вариант опять-таки у microsoft у них очень интересная ситуация значит они смотрят именно в сторону бизнеса цены на девайсы тоже на самом деле эти очки они стоят не очень дорого вот эти очки стоят в штатах 499 баксов можно купить микшит реалити совместимые очки по-моему самая дешевая они стоят вообще баксов 300 или 250 вот железо на котором все это запускается оно подождите у меня железо немножко с другой целью было выбрано и куплено я еще занимаюсь там хобби игровое обеспечение соответственно я там рендерю всякие разные и так далее и так далее мне оно нужно просто мощное соответственно я на этом мощно вам показываю но там 1050 карта которая сейчас стоит очень дешево и которую сейчас встраивать начинают во многие мобильные системы она вполне потянет себе вот такой вот вариант рендера когда у вас нет каких-то там ну где паслируется видео 360 либо нет какой-то высококачественного графика опять-таки здесь есть настройка в винде на которой можно выставить на которой можно выставить качество графики которые вы хотите рендерить соответственно если у вас не очень хорошее железо или там допустим начальное железо можно поставить меньше параметры да будет хуже видно но при этом оно все равно будет работать то есть фактически это сильно ближе чем холлэндс к обычному пользованию с одной стороны с другой стороны microsoft очень прикольно сделала в том плане что она не стала двигать эти очки прежде всего как здоровую систему но они договорились с HTC Vive точнее с HTC Vive они договорились со Steam с магазином и собственно говоря там после последнего апдейта большая часть игр которая сделана под HTC Vive запускается если вам железо позволяет игр запускается и работает на этих очках то есть можно абсолютно спокойно играть потому что HTC Vive на Steam и покупать и так далее а есть еще там одна такая фигня значит был небольшой хак и приложение которое на HTC Vive позволяет запускать игры от Oculus из отдельного магазина соответственно после применения этого хака я правда еще не пробовал но вполне вероятно что можно запускать игры с Oculus но опять таки возвращаясь к вопросу основное назначение это новое восприятие пользователями мира Windows потому что вот эта комната прежде всего это не просто место бродилка а это реально то как расположены ваши приложения то есть фактически если у вас допустим ну для понятное дело что для дома маловероятно что есть там большие площади чтобы по второму дому длина шнуров она увеличивается очень элементарно в этом году Samsung разрабатывает и скоро представит мигшит реалити очки совместимые которые беспроводные полностью то есть там датчик как бы HTC Vive со своими уже очками с HTC обычно не пропазала это в общем-то там тоже с ней проблем по факту сейчас вот эта версия которая вышла она больше для девелоперов ну для девелоперов для фанатов как бы для early access чуваков и ну там для людей которые там любят игры в том числе сейчас это есть смысл покупать качество очень нужно еще вопрос конечно как это влияет на здоровье глаза психика любой фанатизм любой плохо влияет на здоровье неважно это очки неважно это спорт неважно это алкоголь там женщин мужчины вот если дело подходить с фанатизмом это херово вот с одной стороны с другой стороны абсолютно очевидно что очки на здоровье влияют гораздо хуже чем спорт без фанатизма опять по ограничениям по ограничениям ну конкретно про миши триалит я не знаю но как бы вообще виртуальная виртуальная реальность она не рекомендуется детям младше 13 лет соответственно естественно долго находиться там не луна потому что как минимум они нагреваются то есть я здесь походил 20 минут я рассказывал я старался на восторг натыкнуться короче у меня была усиленная мозговая деятельность мне жарко жарко не потому что я много думал а потому что в принципе это вот пространство они очень хорошо проветриваются на любых очках на самом деле неважно на каких они должны быть полностью открытыми чтобы ваше дыхание не попадало сюда не потели стекла в них не всегда комфортно зимой в них комфортнее чем летом скажем так вот ну опять-таки по исследованиям 50 лет тому назад говорили что телевизор это плохо плохо влияет на зрение в принципе там выросло сколько там сейчас нас телевизоров в мире около полутора миллиардов вот человек смотрит ежедневно телевизор не знаю да это бесспорно это вред но опять-таки если этим сильно сильно долго то есть фанатизм просто я когда читал про все это там было ограничение в день не больше 30-40 минут именно находиться в очках я максимально вот сидел в этой всей фигне около 3 часов но я сидел у меня было комфортно рабочее место не ходил я в общем-то сидел в них не первый раз то есть я знал что у меня рабочее место да я повернусь сюда будет здесь это будет здесь то на самом деле вот сидя как бы вот за рабочим столом да у вас стоит компьютер это байда начинаешь махать вот эта вот штуковина как бы не сильно да врезаешься в монитор это очень достаточно неприятное ощущение думаешь разбил монитор сначала ты думаешь блин разбил потом ты думаешь разбил монитор потом ты смотришь на руку вроде бы тоже ничего но это тоже дискомфорт соответственно три часа когда я знаю свой environment я знаю что я вот так могу делать спокойно абсолютно если не подпрыгивать то нормально не подпрыгивайся почему в страх Продолжение следует...